здравствуйте друзья я знаю что вы любите анекдоты расскажу вам для начала анекдот но он так в тему фурманов петьки говорит слышь петь загадка только давай вот представляешь без окон без дверей полногорница людей тот год до фигня какая-то тот год но петь как фигня это огурец с ума сойти а хочешь еще давай вот мои два конца два кольца посередине гвоздик джоб да не ну ну что петь как ножницы тут ну то есть вообще взрыв сознания идет потрясенный встречает василий иванович и бит василий ванш ты знаешь как фурманов сейчас загадку загадал ягод до сих пор себя прийти не могу он говорит ну давай ставишь василий без окон без дверей полно жопа огурцов фигня какая-то так и я же говорю василий ваншу фигня а он горит ножницы к чему я это все рассказываю к тому что тема у нас сегодня такая что надо когда что-то так происходит слышать людей с разных точек зрения которые там присутствовали или участвовали или скажем если есть конфликта между двумя участниками то очень важно обоих послушать потому что что на самом деле происходит вот люди там берут что-то читают где-нибудь на этом на форумах соцсетях там по телевизору им говорят и так далее и они и вот а на самом деле там есть как бы и другая сторона тоже вот мы просто на этом анекдоте видим как меняется так сказать восприятие когда от одного человека к другому переходе и вот то есть петь к с василий ивановичем они конечно в этом плане искать известные мастера я расскажу другую историю который меня так можно сказать ну порадовала что ли своей абсурдность значит я я расскажу такую историю а может быть и 2 там если время будет расскажу 2 была у нас девушка пакистанская звали ее ну и сейчас наверное зовут пакиза пакиза или пакиза пакиза и вот это пакиза такая с виду знаете вполне такая серьезный такая в очках лет там не знаю 35 такая очень выглядит совершенно замечательно такой наш человек она живет есть такой город фримонд называется приезжает к нам учиться но это не не то чтобы далеко но если трафик то может и час проторчишь а если без трафика такой полчаса вот она приезжает сюда и когда доходит дело до того чтобы идти на практику практика у нее приключилась в сам франциско но опять из фримонта там выходит электричка такая то есть можно можно добраться можно на транспорте как угодно то есть безусловно это не самое лучшее отыскать смысле транспорта место но она хочет она хочет она заинтересована и компания это берет трех человек практикантов с мыслью о том и им это сказано вперед то есть они знают об этом смысле о том что компания хочет нанять этих практикантов у них есть вакансии то есть если все три хороши так они всех трех берут в общем все нормально она идет туда идеальный может сказать вариант но дальше начинается проблема состоящая в том что по каким-то причинам может быть транспортным может еще чего я не знаю но она ходит не каждый день а так она день через день вот то придет то не придет больше того если она уже придет то придет на два часа позже уйдет там на час на два раньше ну то есть не то чтобы она даже когда приходишь об она так сильно приходил ну что сказать и вот менеджер в ярость он ругается там нам бы выговаривает шукашек что мы его подставили что вот того тут мы даже крайне недоволен то есть его этот нее трясет американец менеджер там вот такая ситуация и дальше она пропадает и куда-то родилась я не знаю там мы больше они не слышали резюме она пришла она сделала резюме я сделал резюме она лежит у меня файл и куда-то исчезла я не знаю проходит пару лет и там где-то в соцсетях я нахожу ее отзыв обсуждают там нашу школу вот ее от она пишет первое тоже нетривиальная мысль она говорит я когда пришла в эту школу ягод была так радостно возбуждена есть такое слово excited она была в эксайтменте она была excited но она горит этот эксайтмент прошел пишет она когда я поняла что то чему в школе учат вы послушайте что то чему в школе учат в принципе доступна в свободных бесплатных ресурсов там на википедии там можно книжку где-нибудь качнуть там есть там веб-сайты есть она не не разворачивает где именно но это же есть свободных ресурсов я думаю как бы она была потрясена что люди там стэнфорде по 50 тысяч платят год и это же доступно в общем но неважно но вы уже видите вы уже видите с кем мы имеем дело на таком понятно уровень и дальше она вот переходит к нашей школе более предметно вот она говорит что там школа это только для русских это потому что да она говорит вот интерншип да вроде бы был интерншип но это же все только для русских и даже если ты она видимо себя имеет виду то есть безусловно она ведь виду себя ноги даже если ты там на голову более но стоит слова комитет да то есть она посвящена и знающая и достойная там и даже если на голову выше их всех все равно возьмут именно русских и просто потому что не русский в общем она говорит не тратьте время зря деньги зря тут не ходить что в это место там вот это я просто вот вам рассказываю как интересно бывает на самом деле есть еще эти время есть я вам расскажу есть не менее интересные случаи вот мне относительно недавно там тоже девушка она училась себе училась но она не могла сдать не помню как тот из индии девушка она не могла сдать никак выпускной тест она его сдавала разная на 6 или 77 папа по записям я проверил я когда прочитал то что она пишет я пошел посмотреть значит она 7 раз сдавала выпускной тест у нас называется internship clear и не могла его сдать 7 раз это я могу сказать случай на уровне патологии то есть такого даже трудно себе представить чтобы вот так так много раз и чек и не смог сдать тем более что материал то нехитрый в общем но короче с высшим образованием все лучом и бог короче и она куда-то да она хочет на практику ну и она ведь я хочу на практику софи едет послушали цели но ты не можешь сдать ничего но если хочешь это на у нас есть своя практика вот тут у нас есть в офисе соседнем здании и кстати я хочу сказать что практика там очень классная то есть у нас есть люди которые как я не хочу в компанию я хочу вот на эту практику то есть там уже какие внутренние такие легенды ходят что вот там вот та самая практика и где-то вот я тут значит софия год вот туда она говорит и тогда я хочу в компанию так ведь но нет у тебя возможности компанию ну или тесты сдавая или вот иди вот сюда то есть выбора нет она возмущена что у нее нет выбора она идет на эту практику отбывает там свой срок там и куда-то исчезать но ненадолго ненадолго потому что она вот пишет тоже где-то там какой-то ревью я иду читать она говорит меня посылали там на 5 интервью значит 5 интервью это имелось ввиду что она у нас проходила клиренс клиренс происходит в форме интервью то есть мы сами подсадимся и там начинаем вопросы задавать да расскажи о себе расскажи о проекте расскажи о том что делал как делал там твой рабочий день там ну и так тест кейсы напиши баг репорт напиши вот такого плана все вопросы известны да что интересно что все вопросы которые на клиренсе задают все вывешены и к ним просто надо готовиться вот не то что вы понимаете да то есть неожиданно жах ее вопросом она бахнет в отключке нет да так она не поняла что это были клиренсы видимо и видимо не поняла я не знаю трудно перепутать но она считает что ее в компании она была там типа в 5 7 интервью компаниях и она говорит она говорит нам говорили что нас будут посылать на интервью до тех пор пока нас не возьмет какая-то компания это говорит человек который не и не или джебл это человек который не имеет права на интервью в компании то есть он не не сдал он не выпускник он не закончил программу вот и где то есть мы ее обманули обещали ограниченное количество интервью она сами мне сказали либо ты идешь вот сюда липта да не морочь нам гол и она очень короче она возмущена и да естественно она пишет что этот интерншип на котором она была она там в общем то что это некачественный интерншип она там совершенно ничего не не приобрела для себя это не удивительно если она за три месяца там ничего не приобрела в школе так конечно она и на интерншипе не приобретет это как бы свойство такое не приобретать и пишет она вот что значит начинается это все это ее поискования с интересной фразы она говорит она говорит я пришла в эту школу только потому что хотела попасть на хороший интерншип и вот меня там обманули и вообще надо сказать что фраза я пришла только для того чтобы получить хороший интерншип эта фраза ничуть не хуже чем фраза как я была разочарована когда узнала что то что они там преподают доступно в открытых ресурсах это такой же такая же степень непонимания что ты делаешь и зачем ты это делал но конечно мысль о том что для того чтобы получить хороший интерншип что надо бы все-таки чему-то научиться то есть эта мысль тоже не пришла в голову мысль о том что наши внутренние там эти клиренсы которые она 7 штук не не сдала это не то же самое что интервью в компании и в общем чек расстроен я понимаю я не о том рассказываем о том что насколько расходятся истории которые рассказывают разные люди ну об одном и том же есть носом есть масса анекдотов как один рассказал другой пересказал третий пересказал и и как это пришло там к своей противоположности в общем хорошая школа знаете вот соцсети это хорошая школа то есть когда ты начинаешь знать например там больше чем одну историю о том что произошло то ты поражаешься насколько вообще отличаются виды на одно и то же с разных сторон сейчас есть последние несколько дней в стране идет такая ну не то что буча но такое бурное обсуждение как вот там вашингтоне там школьники там из частной школы приехали школьники там к музею там но никто никто не знал подробности а просто показали как мальчик такой лет 15 стоит а значит у него перед лицом какой-то такой возмущенный злой дяденька индейц который оказался ветераном там не знаю вьетнамской войны там были что и вот они стоят и один на другого смотрит как бы и мальчик а мальчика лица не видно так со спины из-за мальчика видно злого индейца и вот такой мальчик как бы ему дорогу перегородил и вот значит раз и вот идет какой плохой мальчик значит мэр города возмущен значит там кто-то еще возмущен а потом начинается разворачивать с других сторон выясняется что мальчик стоит и улыбается и абсолютно не реагирует на злого индейца то есть просто вот стоит и все дальше выясняется что у музея стояла группа значит афроамериканцев которые себя как-то называли очень каким-то там какая-то группа с иудейским названием там типа хибру там что-то там было бы вовлаками то ли они евреи в душе то ли еще что то в общем они стояли и всех проходящих посылали матом ведь как сидит на дереве лев толстой всех посылает вот они там стояли там четыре человека и всех посылали в частности они дразнили этих школьников школьники значит сначала просто удивленно таскать внимали а потом начали скандировать вообще в школах там у них есть такие школьные так называемый chance то есть ну какие то такие вот как речевки да вот у нас у пионеров были речевки да а у них есть свои какие то такие вот которые они скандируют на стадионах там или еще где-то эти на зарядке и вот они начали скандировать там свои школьные какие-то вы дати чан то ли чтобы тех звуком заглушить то ли просто продемонстрировать, что они в гробу видели, я не знаю, но все это было очень мирно, очень мирно, очень найс, никто ни на кого не смотрел даже злым взглядом, я уже не говорю о том, чтобы послать в ответ нехорошим словом, или просто огорчиться сильно, вот просто дети, значит, совершенно замечательное у нас юное поколение, они так прекрасно замечательно отреагировали, и несмотря на то, что они, так сказать, подверглись агрессии со стороны сначала вот этих вот афроамериканцев, а потом там вот шел с этим бубном, он с этим бубном пришел индейский ветеран, и индейский ветеран не понял, куда попал, то есть он не понял, что произошло, он не понял, что там какой-то конфликт, он потом извинялся, но, в общем, он еще добавил к этому делу со своим бубном, вот, и уперся в этого мальчика, мальчик совершенно очаровательный, замечательный, улыбающийся, такой, светлые глазки, ни словом ему, ни видом, ну ничем, ни гримасой, никакой агрессии не проявил, стоял себе мальчик, вот, и конгрессмен от того дистрикта, значит, избирательного округа, где когда уже стали показывать все остальное, конгрессмен написал, что он горд представлять вот, значит, избирателей вот этого замечательного округа, где такие хорошие дети растут, которые вот, так сказать, демонстрируют непротивление злу насилием, и так далее, так далее, действительно, молодежь такая, можно гордиться, я, правда, вот, мое, мое личное, мне, вот, но вот как оно разворачивается вот в одних глазах, в других глазах, в третьих, другое дело, что, конечно, средства массовой информации профессиональные, это, как бы, особая категория, потому что они сознательно стравливают, сознательно раздувают, там, потому что если не раздувать и не стравливают, никто и читать не станет, понимаете, это обстоятельство такое, так сказать, предложенное, да, они работают вот в этих предложенных обстоятельствах, без дерьма никто не будет читать, поэтому они его вытаскивают, а другие приходят с другим дерьмом и говорят, ваше дерьмо хуже нашего, наше дерьмо лучше вашего, и вот так происходит, ну, вот, и в соцсетях то же самое, поэтому, я к чему говорю, не совершайте ошибку, не судите о происшедшем по рассказу, там, той стороны или этой стороны, конечно, в идеале надо было бы послушать, там, разных людей, ну, бывает, что нету второго, вот, но неважно, в общем, такая, такая вот история, я на самом деле, как бы для меня поучительно, я сам тоже, как и всякий живой человек, я когда слышу какой-то рассказ, я начинаю сочувствовать, сопереживать, и как-то во мне там что-то такое просыпается, хотя мы, мы знаем, конечно, что есть люди, они, как бы, вообще никогда не, не становятся, да, там, не сочувствуют и не сопереживают, вот там, говорит, там, изнасиловали, там, не знаю, Нюрку, он говорит, да, это Нюрка сама кого хочешь изнасилует, сама там, там, сама и виновата, так тоже бывает, да, порядочную девушку не изнасилуют, правильно, так же, ребята, рассуждали, в общем, друзья, ищем, ищем альтернативные точки зрения, счастливо!